Вы должны относиться к воде с огромным вниманием, так как она составляет 72% вашего тела и хранит невероятное количество памяти. Если вы наберете воду из-под крана и сразу же выпьете ее, для вашей системы она сработает как яд. На воздух влияют даже звуки, а также намерения и эмоции. Каждый день бывайте на солнце, потому что солнечный свет все еще чистый. Пять простых советов для естественного очищения тела. Я слышал, как вы говорили, что 70% тела состоит из воды. Если мы будем пить заряженную энергию воду, мы сможем получить контроль над телом и умом. Происходит ли то же самое с воздухом и едой, которую мы употребляем? В городах нам приходится дышать загрязненным воздухом, а на работе находиться в кондиционируемых помещениях. В связи с чем, можете ли вы объяснить процесс Буттешудди и как он работает в данном случае? Если вы скажете своему начальству, «Мне не нужен кондиционер на работе», они будут очень рады. они сэкономят на этом много денег. Не так ли? И это будет полезно для вас по многим причинам. Но... Но... Сейчас в городах такая обстановка, что если вы откроете окно, внутрь попадет совсем не бриз. Внутрь попадет дым, запах, пыль. Так что... Это удобно и хорошо. Но вам необязательно сидеть в офисе 24 часа. Когда получается, вы можете отправиться на прогулку. В любом случае, вода — это 72%. Земля — 12%. И только 6% — это воздух. И даже в этих 6% процесс дыхания — это не всё. Из этих 6% менее 1% приходится на дыхание. Остальное же просто присутствует. У некоторых людей воздух концентрируется в голове. Но в противном случае воздух находится в каждой клетке вашего тела. Поэтому, когда вы говорите «воздух», это не только дыхание. 6% воздуха распространяется на каждую клетку вашего тела. Просто слегка уберите его из головы, и всё будет хорошо. Хорошо, если он присутствует в лёгких, в сердце, в мышцах. Они лучше функционируют, если в них есть кислород. Вы знаете это? Если вам не хватает кислорода, мышцы становятся твёрдыми, потому что им нужен воздух, иначе они не будут функционировать. Итак. Вода — это 72%. Поэтому максимальное внимание следует уделять воде, так как она составляет 72%. Если вы сдаёте экзамен. Допустим, вы готовитесь к экзамену по физике. И вам нужно подготовиться к вопросам по воде, земле, тому, другому. Но только за одну воду вы сможете получить 72 балла из 100. Естественно, вы потратите больше времени, читая про воду. Не так ли? Изучая всё про воду. Да или нет? Воздух — это только 6%. Вы можете не читать про него, потому что вам достаточно 94 баллов. Но вам нужно изучать воду, потому что она составляет 72%. Вы должны уделять особое внимание воде, потому что она составляет 72% и обладает невероятной памятью. «Если я открою эту воду, и даже не открывая, если я скажу что-нибудь этой воде, она запомнит это». По этой теме было проведено множество экспериментов. «Если вы возьмёте воду и каким бы ни был источник насосами, закачаете её к себе в дом, и она пройдёт, скажем, 50 изгибов по трубам под действием определённой силы, под давлением, а вы живёте на 12 этаже, так что здесь задействована дополнительная сила». Теперь говорят, что если вода проходит через 50 изгибов в трубах, то примерно 60% воды становится ядом. Если вы наберёте стакан и выпьете такую воду, для вашей системы она будет действовать как яд. Если вы наберёте её и оставите на некоторое время, она восстановит свою структуру, потому что это не химическое отравление, а молекулярное. Изменения происходят именно на молекулярном уровне, а не на химическом. Вот почему в Индии, в традиционных семьях говорят, что нужно поставить воду отстаиваться на ночь, в как следует очищенном кувшине, на который наносится вибути и кум-кум, а сверху положить цветок. Да или нет? В домах с традиционным кладом. И только на следующее утро её можно будет пить, а не сразу, как она попадает к вам. Ведь она несёт разного рода память. В очень традиционных семьях люди каждый день делают пуджу для сосудов с водой. Да? И никогда не стоит пить воду сразу же, как нальёте её. Её нужно отстоять, выждать достаточное время, чтобы её структура восстановилась от того, что она накопила в себе, чтобы она стала подходящей для питья. Вам нужно позаботиться о воде, потому что она составляет 72%. За неё вы получите даже больше, чем просто проходной балл. Следующее — это пища, потому что земля составляет 12%. Это тоже довольно существенно, не так ли? Как еда попадает к вам, из чьих рук вы её получаете, как вы едите её, как вы к ней относитесь. Всё это важно. Затем идёт воздух — 6%. В этих 6% только 1% или меньше приходится на ваше дыхание. Оставшаяся часть распределяется по-разному. Это важно, особенно если у вас есть дети. Хотя бы раз в месяц отправляйтесь с ними вместе куда-нибудь, но не куда-то в кино, чтобы дышать чьи-то ерунды. На воздух влияют даже звуки, намерения и эмоции. Весь мусор, который происходит на экране, и мусор, который отражается в человеческих умах, насилие, секс, алчность и другие вещи, невероятно сильно влияют на то ограниченное количество воздуха в зале. Поэтому вместо того, чтобы сводить их в кино, возьмите их к реке, научитесь плавать, лазать по горам. Садхгуру, где же на эти горы? Гималай так далеко. Даже небольшой холм — это гора для ребёнка. Да? Даже маленькая горка. Просто взберитесь на неё и посидите там. Детям это очень понравится. Они будут в хорошей физической форме, вы тоже проведёте себя в форму. И помимо всего, ваше тело и ум начнут функционировать по-другому. А самое главное, вы будете в контакте с творением Создателя. А это самое важное. А не с тем бредом, который вы сами себе напридумывали. Да, сейчас вам это удобно. Но это не всё. Поэтому вместо того, чтобы идти в ресторан, вместо того, чтобы идти в кино или любое подобное место, хотя бы раз в месяц, ведь это ничего не стоит. Это ничего не стоит. Вы можете взять с собой еду и поесть там. Вам не нужно тратить на это деньги. Даже лучше, если вы не будете тратить деньги на автобус или заправлять машину, а просто отправитесь на велосипеде. Всего лишь 3-5 километров за город. Устройтесь на холме и побудьте там какое-то время. Побудьте на солнце. Это очень важно. Солнце, воздух, хорошая вода. А затем возвращайтесь обратно. Так вы сделаете буташудди. Очень естественным образом. Это не самый мощный вид буташудди. Но это сродни буташудди. Это то, о чём я говорил. Если вы позаботитесь о воде, пище, воздух не всегда в ваших руках. Ведь вы живёте в городе. Но вода и еда — это то, за чем вы должны следить. А также важно следить за тем огнём, который горит у вас внутри. Ведь солнечный свет не загрязнён, не так ли? Выходите на солнце каждый день. Пусть солнечный свет касается вашего тела. Ведь солнечный свет всё ещё чистый, не так ли? Никто, к счастью, не может загрязнить его. И обратите внимание на тот огонь, что горит у вас внутри. Это огонь жадности, ненависти, обиды, злости, любви, сострадания. Какой огонь горит у вас внутри? Если вы за этим проследите, тогда вам не нужно будет беспокоиться о вашем физическом и ментальном благополучии. Эти аспекты будут в порядке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok